Ну что, я всех приветствую на нашем канале «Строю дом своими руками». Сижу в такой позе просто потому, что напротив меня оператор. И этот оператор, короче, совсем не защищен от воды, вообще полностью. То есть, чтобы вы понимали, ходить на сабборде я уже умею, но просто так удобнее с вами общаться. Кому не интересно, сразу говорю, братцы, выключайте, сегодня стройки не будет. Кто смотрит наши видео-серии постоянно, знает, что в этом году я решил немножко расслабиться от стройки. Больше даже не то, что расслабиться, потому что я устал и заработался, а больше потому, что 5 лет в моей жизни не было ни выходных, ни отпусков. И на самом деле, парни, вот давайте на чистоту. Те, кто строит свой дом, я думаю, меня поймут. А нет, а многие не поймут, кстати, многие даже не поймут. Когда я был на пике работы, то есть, когда я шел прям к своей мечте, о которой я писал, кстати, в Телеграме, и, братцы, сегодня будут такие рекламные отходы, что подписывайтесь на наш канал, я вот буду добавлять ссылки, они все в описании. Все, что самое полезное, я вам сегодня буду рассказывать. В Телеграме у нас есть свой, как бы, канал, страничка, на которой я делюсь информацией не по видео. Не то, что когда будет видос, вообще просто, вот у меня появилось желание, как в Инстаграм. И я что-то выкладываю, пилю, какие-то посты добавляю. Поэтому очень рекомендую подписаться на Телегу. В Телеграме, собственно, я и недавно поделился этой информацией. 10 лет строю, а 5 лет, как начал Ютубом заниматься, у меня уже отпуска и отдыха вообще никакого не было. Суть самая главная в том, что когда мне родители говорили, сынок, ну надо отдохнуть, надо немножко отдохнуть, надо больше отдыхать. А я в это время шел к своей мечте, я строил дом, и мне было, конечно, не до какого отдыха, тем более силы были. Мне тогда, ну, я в 30 лет начал строить свой дом. И я говорил, слушайте, ну, хорошо, я сейчас пойду отдыхать. А кто строит-то будет? Как, знаете, у десантура есть такое выражение, кто, если не мы. Так и у меня была такая же фраза, я тоже говорил, ну, кто, если не я? Кто это сделает, если это сделаю не я? Ну, и от меня так немножко отставали. Периодически мы как-то... было недопонимание у многих. Но я шел тогда к своей мечте, я шел к дому. Мне надо было накрыть крышу, я хотел заехать в свой дом. Это была моя грандиозная мечта, мой грандиозный план. И я шел к этому прям очень плодотворно. И потом шло время, в общем, мы заехали в дом. И сейчас я уже понимаю, что как бы такой план минимум уже выполнен, и можно немножко отдохнуть. Собственно, сейчас я как бы реабилитировал себя, почему я этот год провожу больше с семьей, чем с пеноблоком, или там, чем с какими-то отделочными материалами. Честно скажу, безумно счастлив, что это сделал. И второе, я рекомендую не повторять мою ошибку и больше отдыхать. Действительно, парни. Чтобы не изработаться, нужно строить с умом. Нужно больше отдыхать. Не то, что филонить прям, но давать себе отдых. Давать вот такие, короче, движухи. Ну, это первое. Ну, блин, очень много времени на это потратил, на этот рассказ вам. Но действительно, это так. Слушайте, волны бьют. Солнце светит, волны бьют. Классно вообще. Сейчас я вам еще видосы по коптеру включу, полетаем, посмотрим. Но то, что волны бьют, не совсем хорошо. Потому что у вас камера трясется. А я люблю делать качественные кадры. Хорошие. Ну-ка, подальше отсядну. Вот так, нормально? Сейчас вообще на глиссере идем. Для тех, кто местный, с Бийской или Бийского района, скажу. Я нахожусь на карьерах. Мы купили два сапборда в этом году. Один сапборд, первый банан, на котором я сейчас иду, приобрели первым. Взяли его попробовать. Потом очень сильно понравилось. И мы взяли еще второй сапборд моей жене на день рождения. Сделали несколько сплавов, походов. Получилось вообще просто супер. Ну, очень понравилось. Хотя, шесть часов, конечно, по Бия. Это было жестко. И опять же, кто в Телеграме подписан, те смотрели и видели этот выпуск. Да, ну, куда-то он туда, уйти, ближе к кустам. Там я смотрю, меньшее волнение воды. То камера трясется просто. Вот, поэтому здесь видите, да, сейчас инфраструктура какая-то есть, так как мы на карьерах. Второй момент, о котором я тоже хотел сегодня поговорить, это мои планы на будущее. Друзья, в этом году, ну, так получилось. Сначала коронавирус. Сейчас какие-то непонятности по меду, непонятности, ну, много непонятностей, так скажем. Не буду углубляться. Но финансово, короче, стало немножко сложновато. А, ну, еще там и доллар, и не доллар. Не совсем. Бодро стало строить. Поэтому в этом году у меня будет период доделок. Сейчас первое, с чего, наверное, начну поближе к осени, лестницей на второй этаж и лестницей в подвал. То есть сделать все марши. Изначально хотел это все делать из дерева. Сейчас уже думаю, что, ну, блин. Наверное, это будет керамогранит тот же напольный, только красиво уложенный под определенными углами, чтобы это было здорово. Далее у нас есть парящая кровать. Недоделанная мысль уже есть. Хотелось купить поролон, все это обстрелять. Очень красиво будет с подсветочкой, все, как я обещал. Этот видос, кстати, набрал уже, что там, 200 тысяч просмотров, что ли. Посмотрите, если на досуге. Совсем недавно, месяц назад, буквально стрельнул видос про ротанг. Просто вообще капец там. Ну, видимо, в топ ютуба попал. Ну, приятно, что приятно. Жалко, что с этого ни копейки блогер не имеет сегодня, но... Так, по хаус-боту, по-нашему, что сказать. Хаус мы выставляем на авито, поставили 265. И эти деньги, поверьте мне, ребята, более чем цена лояльная. То есть, это просто, можно сказать, себестоимость нашего проекта. Ну, если посчитать, что 30 километров у нас ушло проволоки, сварки, самое главное, что в этом хаус-боте за каждую ферму я могу ответить. То есть, все сделано очень грамотно. И этот плод реально выдержал бы... И он выдержит. Если мы его не реализуем до следующего года, то, конечно, мы пойдем на нем еще реку. Есть вариант сходить в Бакатунь, либо сходить опь. Ну, либо так же поби, так же с Турачака рвануть. То есть, мы просто то место, которое мы бахнулись, которое... Посмотрите, кстати, видео. Здесь или здесь? Видео, которое про печку, где вы печкой бахнулись. Классное видео. Посмотрите, кто не видел. Супер. К Новому году ближе возьму все серии, объединю. И сделаю один там трехчасовой примерно. Перед Новым годом вспомнить, поностальгировать, как мы сходили. Классно же получилось? Классно. Я, наверное, поэтому даже и решил немножко перевести свой канал в тему строю жизнь своими руками. Потому что вроде дом-то уже построен, а теперь нужно обживать его, нужно настраивать быт, нужно... Да много вопросов, которые теперь нужно делать. Блин, охота стоя прокатиться, но я боюсь, если я рухнусь с микрофоном, и камера, не дай бог, упадет, то до свидания, мой блогинг-чанел. Есть такие еще вопросы. Строить или покупать дом? Вопрос очень интересный. Конечно, если вы нашли на Авито что-то дико подходящее и очень классное, то глупо было бы строить то же самое, если оно вам нравится. Но, как правило, даже когда ко мне приходят, например, с приобретением нового проекта, то, как правило, получается, что даже стандартный какой-то ходовой проект люди переделывают. То есть, там комнату добавить, окно убрать и так далее. И получается, что типовой проект все равно переделывают. Поэтому, наверное, конечно, строить это правильнее. Строить правильнее. Мы, кстати, уже километра, наверное, два прошли с вами так в диалоге. Еще вот какая мысль. Парни, девчонки, парни. Кстати, недавно у меня друзья с Кузбасса сказали, говорит, а почему ты в своих видосах все время обращаешься, парни, там, ребята, парни, мужики, там, братцы. Если у тебя большая часть комментаторов это девчонки, ну или женщины. И действительно так и получается. Поэтому даже не знаю. Друзья, наверное, да? Так вот, друзья, почему я всех агитирую подписаться на Дзен постоянно? Не потому, что это топовый какой-то новый видеохостинг, и YouTube умирает и так далее. Просто действительно, YouTube отрубил любую монету. А для того, чтобы мне делать какой-то контент, просто представьте, для того, чтобы мне снять какой-нибудь ролик, один ролик, у меня уходит примерно 15-20 тысяч рублей. Не на сам контент, а на стройку своего дома. Ну, при зарплате, блин, менеджера в моем регионе 30 тысяч в месяц, да? А у меня 4 видоса выходят за один месяц. Теперь посчитаем, да, и получается, что либо у меня будет контент никакой, ну, собственно, финансово не вывозящий, либо мне нужны где-то какие-то спонсорские моменты. На рекламу тоже вы ругаетесь сильно. Адекватные зрители, конечно, рекламу воспринимают нормально, и за нее сильно не ругают меня, за что им большое спасибо. Я на рекламу не беру никакие пирамиды и так далее. Я беру только то, что действительно сам бы хотел вам порекламировать, порекомендовать. Ну, например, блин, вот давайте по-честному. Компания Деко делает оборудование, но оно нормальное. Оно мне нравится. Вот, запилил, запилил случайно интеграцию сейчас. Деко, привет. Также Технониколь, например, да, компания. Супер вообще. Мне очень нравится их продукция. И готов с ними дальше работать и говорить о них постоянно. Очень сильно выручает, поэтому рекламу такого характера я готов брать и с удовольствием даже показывать. Ребята, которые мне помогают в стройке. Это мои друзья и партнеры. И считаю все супер. Так, мы к берегу подходим. О, Женька сейчас поплывет. Сейчас еще Женьку увидите. Она тоже сейчас на борде. И вон она чалит ко мне поближе. Сейчас вместе будем с ней кататься. По поводу, например, там инстаграмов и прочего всего. Ну, вот тут, да, в России эту штуку запретили. И, наверное, перспектив у нее не сильно много. Ютубчик вроде как останется. И, наверное, не сильно на него как-то повлияет жизнь. Вот, сейчас увидите второй борт. А, кстати, если интересно, если интересно, помните, я как-то рекламировал человечка, который мне помог с приобретением насоса на бассейн. Вот эти борды я приобрел на Авито у одного продавца с Барнаула. Вот. И давай. И очень классные доски. И могу его вам порекомендовать. Ссылка будет под видео. О, братцы, давайте вот так еще сделаем. Я, конечно, еще поболтаю вам, порассказываю своих мыслей и так далее. Но вы напишите в комментариях, какие бы темы стоило раскрыть в следующую болтологическую нашу мероприятию. Вот. Давайте вот так. Пока интернет дома не наладили, к сожалению, стримы у нас будут в таком ключе. Но я думаю, вроде неплохо получилось. Ну, скажи, какие вопросы, например, стоило бы поднять? Строить в наше время. Строить в наше время? Кстати, хороший вопрос. Спасибо. Вопрос от подписчика. Стоит ли строить в наше время? Ну, я остановился не потому, что сейчас опасно строить, и ты не понимаешь, что будет завтра. Я остановился просто потому, что немножко изработался. Ну, вот. Это основная тема. Насчет строить, конечно. Только единственное, друзья, что посоветую на сегодня, выбрать максимально правильный регион, максимально правильный район. Потому что вот сейчас, начиная путешествовать по Алтаю, начинаются уже такие мысли. А вот правильно ли, что мы сделали это там, что в пригороде города Бийска? Не стоило ли уйти куда-нибудь в Горный Алтай? Или, например, даже в зоне Бийска, но где-нибудь, например, у воды. Вот, ну, представь, на берегу, там, Бийска, на берегу, там, Катуни. Вопрос номер два от подписчиков. Как заработать на стройку? Как заработать на стройку? Хотя, опять же, ну, это у каждого свой путь. Мой путь получился очень своеобразный, и витиеватый, и сложный. Недавно, знаете, какую штуку услышал у одного блогера классную? В свое время он потратил все деньги и купил себе хорошую машину, а потом понял, что... Слушаешь? А потом понял, что работы-то нифига нет, и не знает, как заработать дальше, как жить-то дальше. То один из товарищей ему сказал, слушай, вот есть то, что приносит тебе максимальный кайф? Он говорит, ну, да, есть. Он говорит, вот ты продай то, что тебе приносит максимальное удовольствие, на эти деньги приобрети то, что тебе принесет прибыль, и потом на эти деньги, которые будешь от прибыли, ты купишь себе опять то, что... Приносит тебе максимальное удовольствие. Приносит тебе максимальное удовольствие, да. Он так и поступил, и, в принципе, получается, что... Получается, да, продал машину, и за это купил себе кран. Я думаю, что вы этого блогера все узнали Но если не узнали, то я вам в комментариях напишу, кто это На эти деньги он приобрел себе кран Краном он отбил за 8 месяцев, собственно, автомобиль И приобрел себе патрол Я буквально вот на днях слушал это интервью его прикольное Ну, блогер не такой именитый, но тем не менее Хорош Перед нами целая полоса заработка Это кто? Ну как, строят домашние А, стройка, ну да, стройка прям идет активно Вот если говорить о том, что стоит ли сегодня строить Вот она, циркулярки работают В принципе, в моем случае так и получилось Когда-то продал велосипеды На эти деньги мы приобрели наших пчел Потом за первый же сезон мы отбили этих пчел И купили себе велики буквально через 2 года Причем очень крутые велики И получается, что, наверное, самый оптимальный путь Ребят, ну, думаю, что у нас 5-минутный ролик уже получился точно А того, глядишь, и 10-минутный Извиняйте, что сегодня в кадре не будет стройки А сегодня так, у нас болтовня Но я думаю, вам она понравилась Немножко попутешествовали с нами по речке Да и мы размялись Пишите ваши вопросы, ваши мысли Постараюсь на них ответить Как только они накопятся Ну что, а мы с вами прощаемся До скорых встреч Увидимся теперь, наверное, на строе объекте Потому что все отдыхалочки у нас кончились И теперь надо немножко поработать Все, пока, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok